Поговорить о художественном образе. Собственно, завтра мы тоже эту тему продолжим, но завтра уже будет практически мастер-класс. Сегодня я поговорю, поиграю. Тема достаточно насущная для нас, для музыкантов. Я очень долго думал, как мне выстроить реакцию лучше. Можно было бы, конечно, прочитать трактат о том, что такое художественный образ, придумать какие-то определения. Но в процессе подготовки я задался сам вопросом, что такое художественный образ. И я не смог ответить на этот вопрос. Я сам не могу сказать, что такое художественный образ. Но я могу попытаться вместе с вами пройти этот путь от самого начала до конца, задавая вопросы. На какие-то вопросы у меня будут ответы, на какие-то я не смогу ответить. Рефлексируя на музыку, что-то играя, что-то размышляя, как-то попытаться все-таки понять, с чем мы имеем дело. Под художественным образом понимают очень многое. И, может быть, стоит начать от обратного. Есть такое понятие. Вообще часто мы слышим, что музыка – это в основном эмоции. Что когда мы играем, мы выражаем эмоции. Так вот, наверное, первый тезис, который бы хотел сказать, что музыка не является языком эмоций. Если музыка выражает эмоции, то чьи эмоции она выражает? Моих композиторов? Ну, мои эмоции никому не интересны. Эмоции композитора? Ну, разве когда композитор пишет музыку, он выражает эмоции? Допустим, вот когда Бетховен пишет свой скрипичный концерт, и какая-то скрипачка к нему подошла и сказала, что «Ох, ну как вы неудобно написали здесь!» Ну, почему же так? А он говорит, «Разве думаете, что я в этот момент думал о вашей паршивой скрипке? Я в этот момент разговаривал с Творцом». Для Бетховена это так. Для Моцарта. Моцарт прожил достаточно немного, 37 лет. И когда он писал свою музыку, он ее просто не успевал записывать. Он сам это описывал, этот процесс, что во мне музыка рождается уже как готовая форма, готовая мысль. Я только успеваю ее записывать. У него не было времени обдумывать, что же такого там написать, какую же концепцию придумать. То есть у всех, у великих гениев процесс создания музыки идет очень часто помимо их воли. Это вот уже когда, допустим, 20-й век, и садятся нововенцы, думают, ну как же, какую вот серийную технику еще, что такое вот штокхаузен, вертолетный квартет. Поднимаются вертолеты, каждый на разной частоте звучит, и вот это тоже как музыка. Так вот, музыка не язык эмоций. Музыка, скорее всего, это язык смыслов, это тот язык, который существует, универсальный, это тот язык, который понимает каждого, не нуждается в переводе. Все-таки что вкладывает композитор, это одно, а что вкладывает исполнитель, совершенно другое. Вот часто мы сталкиваемся с тем, что исполнители трактуют музыку как способ выражать свои эмоции. Да, вот как говорил Генрих Нигаус, «Я играю Шопена» или «Я играю Шопена». Здесь огромнейшая разница. И очень часто, когда мы видим красивых исполнителей, которые безумно красиво играют музыку, играют ее очень эмоционально, мы очень часто подменяем понятие. Нам кажется, что это и есть выражение художественного замысла композитора. А часто это бывает совершенно просто поверхностная игра. И вот умение отличать одно от другого, это, в общем-то, уже признак вкуса музыканта. Я вот часто задаюсь вопросом, все-таки что есть первичное в тексте, в авторском произведении? Есть тот уровень, который считывается абсолютно для всех и каждого. Название, форма, жанр. динамика, оттенки, артикуляция. Но за этим пластом часто кроется еще один пласт. За следующим пластом еще один пласт. И, по-моему, это до бесконечности. Вот есть хорошее такое сравнение. Это подобно, как дверям. Ты зашел в одну дверь. Дальше открывается еще одна дверь. Ты идешь в следующую, и так дальше. Вопрос в том, надо ли заходить в каждую дверь. Потому что ты заходишь все дальше и дальше, и ты становишься одиноким. Уходят твои друзья, уходят твои ученики, и, может быть, слишком глубоко заходить тоже не стоит. Так же я задаюсь вопросом, что есть истина в музыке. Ради чего композитори пишут свои произведения? Ради того, чтобы выразить свои чувства, эмоции? Наверное, нет. В чем же тогда художественный образ? Вот о псевдоэмоциональной игре. Знаете, вот когда безумное количество эмоций, миллион эмоций в секунду, все на сплошной педали, и вот мы это называем художественной игрой. Вот такой есть пример уже, притча в аязыцах, как Ланг-Ланг играл с Тимиркановым. Третий концерт Рахманинова. С безумной красивой улыбкой, и все, он уже закатил глаза, уже сейчас вводит некоторое музицирование. И Тимирканов сказал, еще одна улыбка, и тебя здесь больше не будет. Также я смотрел видео, как Тимирканов играл концерт Рахманинова с Юей Вонг. Юей Вонг, вообще, надо сказать, что это уже совершенно другая генерация пианистов. Такое ощущение, что это уже не люди, а так играть, по-моему, еще никто быстро, качественно и совершенно не мог. Ну вот кода второго концерта Рахманинова. Юя включает бешеный темп, Тимирканов просто вот видно, что он выдыхает, хочет опустить руки, но продолжает вот так вот дирижировать, додирижировал ходу, опустил, и видно вот это опустошенная улыбка на лице. Ну да, он ее поздравляет, но видно вот это несоответствие музыки композитора и выражения. И, к сожалению, так вот в мире очень часто. Есть такое понятие, как развлекательная классика. То есть понятно, что есть музыка для развлечения, скажем, джаз, еще что-то. То есть джаз бывает очень серьезный, да? Но можно сделать такую музыку, которая звучит очень ненавязчиво. Ты поставил в колонках, ты едешь в машине, что-то звучит, и как-то получаешь удовольствие. То есть, допустим, Фредерик Шопен, да, пишет музыку. Это музыка молитва. Пишет музыку Баха. Вот, кстати, как Бах формулировал, и это часто повторяю, что конечная цель всей музыки и генерал Баса это сложение славы Божьей. Там, где этого нет, там, где это не принимается, внимание, там нет настоящей музыки, а есть дьявольская болтовня и шум. Это говорил Бах о музыке. Но, наверное, это касается тоже и исполнителей. Так вот, классика для развлечения. Сейчас очень популярное направление. Вот я часто как включаю, мне выпадает к примеру. Это один из бесчисленных примеров. Просто человек находит в этом свою нишу. Это же не обязательно, что человек просто ничего не соображает музыки, да? Бывает, что человек очень хорошо соображает, но просто делает карьеру, скажем, удобно, занимая какую-то нишу. Ну, от Лола Астана. Последнее, то, что я видел. Красивейшие труселя, то есть все такой вот парикит, можно сказать. Ангельские крылья. Ангельские крылья, да. Все очень гламурно. И играет на актерность Шопена, попутно вздыхая, очень так недвусмысленно. И вот это считается нормой. Но есть же и другие пианисты, которых мы, и особенно молодое поколение, воспринимает как истина, а на самом деле это большое отклонение от истины. Был такой замечательнейший профессор Московской консерватории, Назайкинский. Он чертил такую схему. Он рисовал на доске ноль. Влево одну черту, вправо другую черту. Слева он писал много минусов, а справа большое количество плюсов. И как он это объяснял? Что плюсы – это зона стиля, и вот в этой зоне стиля возможно огромнейшее количество вариантов. И вот приводят примеры. Горвиц, Рихтер, Сафранинский, Гильдельс. Все великие, да? Все они, оставаясь в зоне стиля, были абсолютно неповторимы. А зона минусов – это тоже определенная зона, где также существует большое количество интерпретаций, трактовок, но которые выходят за рамки стиля и которые уже композитора искажают. То есть получается совершенно другое исполнение. Но опять же мы говорим, так еще никто не исполнял. Это новое веяние. Это гениально. То есть когда, допустим, гениальный, совершенно потрясающий Иван Погорилевич садится играть сонату Листа, соната Листа звучит, ну, грубо говоря, да, то есть делаешь не в времени, полчаса. Кто-то играет 26 минут, кто-то, гениально обладая формой, играет эту музыку 34 минут. Это уже на самое пограничное, да, такое владение временем, что можно где-то все-таки шире форму выстрелить. Иван Погорилевич играет эту сонату за 50 минут. Да, и Корабельников тоже. Первая соль. Вот наш обед, да, пошли поели. Потом через полчаса снова соль и так вот каждая нота, то есть до бесконечности. Вот это зона минусов. Хотя у него совершенно потрясающий, гениальный баланс между руками, он феноменально слышит инструмент, у него невероятнейшая пластика рук, то есть то, что хочется взять. Ну вот от композитора очень часто остаются рожки до ножки. Был такой эксперимент. Взяли сонату Лондон, да, как мы называем. Кстати, тоже Лондон, это название совершенно пришедшее извне. Соната совершенно другого. Так вот, 14-я соната. Сделали такой эксперимент. Первую часть сыграли в престо при невероятном исполнительском накале, естественно, с глубиной, и все, на неподготовленную публику. А третью часть, престо, сыграли в темпе первой части, медленно. Публика была в восторге, потому что сила воздействия, конечно же, была очень серьезной. Но этот эксперимент показал, что от композитора, собственно, ничего не осталось, а исполнитель оказался в выигрыше. То есть получается, это был такой вот крайний пример, но очень часто мы с этим сталкиваемся, что когда мы играем композитора, мы играем не композитора, а мы играем самого себя. И даже вот так как бы и принято, что нужно играть самого себя, вот заниматься самовыражением. Вот это по поводу эмоциональности в игре. Или вот еще как говорят, ах, какая музыкальная девочка, как она чувствует Шопен. Ну, чувствовать можно по-разному. Можно очень красиво играть Шопен, но красота-то бывает разная. Есть красота обнаженного тела, женского или мужского. Да, это вызывает одни чувства, одни эмоции. Есть красота сикстинской Мадонны, Рафаэля. Когда мы смотрим картины вообще великих художников, что это нас вызывает? Другие чувства, эстетические. Да, эмоциональные переживания. Когда мы смотрим на шедевр. Есть вот даже такой эффект, по-моему, если я не ошибаюсь. Сэндалем, может быть, я ошибаюсь. Это когда человек стоит возле произведения искусства, и он настолько входит в это произведение искусства, что он теряет чувство реальности. Вот это такое есть изменение, такое воздействие искусства. И третье – красота. Красота, может быть, Богородица, Найгонь. Это совсем другая красота, которая все чувства возвышает, собирает для молитвы. Так вот, в музыке тоже есть разные степени красоты. И можно и красоту Шопена представить так, что это будет высший какой-то класс. И красоту Баха. То есть у Баха хорал, а в этот момент ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что-то очень красивое. То есть музыка имеет огромнейшее количество смыслов и пластов. И подчас композитор сам не знает, что он написал. И, скорее всего, так и бывает. Чем гениальнее произведение, тем меньше композитор в этом участвует, потому что через него, видимо, идут потоки и мыслей, и энергии, и это выражается в музыке. Но без чего не может жить произведение, записанное нотами? Без исполнителя. Того человека, который все эти нотные знаки, все это послание композитора расшифрует, сможет это правильно интерпретировать. Это не значит, что есть определенная догма нотного текста. Вот тут написано так, тут написано так. Опять же, это все первый пласт. Спускаясь дальше, ты понимаешь, почему это написано, для чего это написано, и как это нужно сыграть. Вот мне очень близко искусство театральное. Как Станиславский занимается с актерами текстом. Как занимался Мейрхольд. Я хотел вам прочитать немножко о том, что пишет Мейрхольд. Тут, по-моему, прямо в точку. Актер нутра совершенно отрицает всякую технику. Техника мешает свободе творчества. Так всегда говорит актер нутра. Для него важен только момент бессознательного творчества. На эмоциональной основе. Неужели проявление эмоциональности мешает расчет актера? Около жертвенника Диониса в пластических движениях действовал живой человек. Эмоции его горели, казалось неудержимо. Огонь жертвенника давал повод к большому экстазу. Однако ритуал, посвященный Богу Виноградаре, заранее предусматривал определенные метры и ритмы. Определенные технические приемы переходов и жестов. Вот пример, где проявление темперамента не мешал расчет актера. Дальше театровед Рудницкий тоже пишет о режиссерском методе Мейрхольда. Партитура маскарада в пределах каждого движения эмоции предполагала обязательный пластический знак, точку, предшествующий следующему эмоциональному движению. Конкретные формы тут могли быть разными. Бросил на рояль перчатки, точка, откинулся в кресле, точка. Эти точки могли быть более или менее заметными для зрителей. Не в этом суть. Суть в том, что пропустить точку актер не имел права. А вся пластическая система знаков припинания спектакля повиновалась ритму, которым повелевал режиссер. И вот дальше просто гениальность совершенно. Свобода актера, читаем исполнителя, в подчинении партитуре, в повиновении ей. И это не парадокс. Ибо ритмическая организация спектакля не только подсказывает артисту необходимую эмоцию, открывает для него простор, дает волю. Знание партитуры приносит исполнителю внутренний покой. Меня это просто поразило. Уверенность в себе и заодно в своем праве обогатить партитуру множеством оттенков, только ему, актеру, доступно. По-моему, лучше не сказать. И дальше вот одна из самых талантливых учениц Мирю Хольда говорит так. Я не люблю излишней, на мой взгляд, актерской свободы. Слишком уж все свободно в спектакле. Можно и наоборот. От художника надо требовать определенности мысли и формы. Я всегда страдаю от неопределенности мысли и формы. Я всегда страдаю от неопределенности разрешения сценической задачи. Если актер или автор оформления готов делать все, что угодно, значит, он не уважает свой труд. Я не люблю, пожалуйста, в искусстве. И дальше о методе Майор Бабана, тоже краткая цитата. Арбузов пишет. Мне всегда было по душе ее пристастие к абсолютной точности мизинцены. Вот стул. Она должна отойти от стула и сесть. Она идет и считает шаги. Она может примиряться десятки раз, как ей сесть. Но если она нашла, то это навсегда. Сейчас так никто не работает. Она осталась верной ученицей Мельхольда и умела добиваться того, чего он хотел от актера. Зритель видит как бы импровизацию. Вот она и суть. Если спросят, в чем самый, ну не ваш, да вообще, великий секрет мастерства. Ответ очень прост. В свободе, в естественности. В умении играть музыку так, как будто ты ее сам сочинил. Просто импровизируем. Все же интересуются, ну как, как, как. Какой самый, самый, самый секрет. Да, вот секрет очень прост. Но эта простота, это самое недостижимое для нас, для музыкатов. Мы к этому всю жизнь стремимся. Я, опять же, не называю, что такое художественный образ. Для создания ощущения присутствия в музыке образа нужно обладать тремя качествами. Первое – это интеллект, который позволяет музыку анализировать, глубоко анализировать. То есть считывать абсолютно все пласты, докапываться до чего, до которого не докапывается может и сам композитор. Дальше – это чутье, интуиция, скажем так. Ну, может быть, пластика психики, да, то есть умение взаимодействовать с музыкой, на нее реагировать. Мы это банально так вот называем музыкальность, но это слишком приземленно. И третье – это пианизм. И вот если что-то из этого выкинуть, допустим, есть голова, все понимаю, есть потрясающие руки, но нету нутра, нету начинки. В лучшем исполнении это будет музейная игра. То есть все понятно, все выверено, но абсолютно никак не трогает. Просто совершенно игра. Как выкладывал Кай слово «Вечность» у «Снежной королевы». Наверное, это было очень красиво. И замок у «Снежной королевы» тоже был очень красивый. Но почему-то Герда, Кая, Таос, что сделал? Оживить. Покрыть его теплом. Вот, кстати, сказка тоже, да, много-много совершенно разных уровней. Для детей одно, для нас, взрослых, совершенно другое и становится просто притчей, какой должен быть человек. Так, чтобы вот эти стекла не ранили наше сердце. Чтобы сердце было всегда горячее. Убрали мозги, убрали интеллект. Что осталось? Я чувствую шапены, я красиво поправляю волосы, я играю все совершенно. Но хочется выключить, потому что безвкусица. Талантливо, бесспорно, ну, это ничего не несет. А вот если нет пианизма, то нет вообще ничего. Все понимаю, все знаю, все чувствую. А сыграть не могу. Вот так. Сегодня я хотел поиграть немножко при Людии Шопена. И попытаться в процессе игры рефлексировать на эту музыку. Попутно что-то размышляя. То есть это будет как бы живой процесс. Я даже этого не говорю. Сколько успеем? Дай обед. В армии шутка есть такая. Копать от меня и до обед. Будем копать. Вот, кстати, при Людии Шопена, да? Первый слой. Все мы знаем, да? От Баха. Конечно же, от Баха идет... Это традиция написания при Людии. Только у Шопена при Людии уже становится самостоятельным произведением. Не нуждающимся в последующей фуге. Причем каждая при Людии является определенной краткой мыслью, энергией, чувством, состоянием. И все при Люде построены по очень простому принципу. Контраст. Мажор, минор, мажор, минор. Обычный квинтовый круг. До мажор, а минор. Соль мажор, ми минор. И так далее. Потом круг замыкается, начинается бемольный круг. Это первый класс. Так я считал, когда начинал играть эти при Людии шедевр. Потом же, когда в процессе работы начали открываться какие-то другие полосты, то даже самый маленький шедевр, как 20-е при Людии, доминорное, написано слышно в трех строчках. Она, оказывается... Я знал это. Я знал, я же читаю книги. Я знал, что это очень глубокая при Людии, и что надо сказать, что это гениальная при Людии, написано на трех строчках. А потом оказалось, что я ничего не знал об этой при Людии. Потому что те задачи, которые она стала ставить передо мной, я понял, что я их уже не могу вот так вот просто сделать. И приходится очень напрягаться, чтобы то, что открывается, это постараться претворить. Так вот, вторая при Людии. Начинается она с такого немножко медитативного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первое, что в ней бросается в глаза, это, естественно, бас. Причем в этом басу кое-что зашифровано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая прелюдия открытия и вторая прелюдия сразу же вот такое глубинное размышление. Причем левая рука здесь идет как, если подбирать ассоциации, да, не просто эмоции, да, что это называется, ассоциации. Это как некоторая пустыня, как вечное бесконечное движение. И вот появляется глаз. Кстати, вот эта фигура Она будет многократно потом повторяться во всех последующих прелюдиях. Вот, допустим... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь эта фигура звучит победно, ликующе, да, то есть тоже как меняется абсолютно смысл. Это важно услышать, что один и тот же мотив, одна и та же фигура может быть сказана совершенно по-разному. Вот, кстати, в дополнение того, что я прочитал, вот от чего я мучаюсь больше всего? Я мучаюсь больше всего от абстрактной игры, когда в игру ничего не вложено, и все звучит как бы приблизительно. Вот приблизительность – это хуже воровства. Всегда все должно быть настолько точно понято, потом, естественно, реализовано, чтобы нигде не было никаких прорисаний. Вот как в спектакле. Одна эмоция увязана с другой, с третьей, с четвертой. И вот Станиславский, кстати, говорит, что в чем ваша фальшь больше всего проявляется? В том, что вы пытаетесь что-то наиграть или что-то прошептать. Самое, вот еще раз повторюсь, сложное – это быть естественным. Все знают музыку, да, и ты ее знаешь тоже прекрасно наперед. Ты знаешь, что будет через следующие несколько тактов. Бах вообще предвидел форму от самого начала до самого конца. Вот как одно зерно, как одно мгновение. Вот как рождение звезды, да, рождается форма. То есть он уже предслышал, где будет отклонение, где будет модуляция. Все как бы рождается из одного зерна. Так вот, обычно говорят, что это типично романтический прием, да, когда одна из каких-то фигур потом перекрашивается. На одной фигуре, кстати, строится соната си минор. Вот тоже, кстати, образное произведение. Листы, имеется в виду, не шапельное. И потом, когда возникает побочная тема, в которой очень часто тоже штанг называется тема Маргариты, ну, соната конечно же фаустовская, ну так, прямо ей давать клише, что это тема Маргариты, это тема Мефистофеля. Да, вот если это Мефистофель, то... А за этим прячется Мефистофель. Обольститель, да, как в Мефистофальсе. Что в Мефистофальсе происходит? Пришел Мефистофель в кабачок, взял деревенскую скрипку и заиграл так, что все, хочешь не хочешь, стали прясать. И вот там тоже есть такая же тема. Тема обольщения. Так вот, возвращаясь к Шопену. Эта фигура, кстати, и не только в этой природе. Есть 23-й этюд. Тоже начинается с этого марша. Только здесь эта фигура совершенно иная. И вот обратите внимание, одинокая мелодия потом остается без фигурации, вот когда в конце природы звучит... Одинокий голос остался. И вот он снова... Тишина, как умирает. И вот он, последний приговор уже. То есть получается одна и та же фигура в течение всей прелюдии, она играется по-разному. И не зря эта прелюдия начинается не с тоники. Вообще удивительно, да? Прелюдия написана в ля-миноре, а начинается с ми-минора. И если проанализировать гармонию, то получается приблизительно следующее. Пока все красиво, доблестно. Новый петок. Можно продолжить за... Чтобы можно прийти вот в такую красивую гармонию. Ничего еще не раскрывает истинное намерение этой прелюди. И вот я часто называю такие приемы в музыке гармонический слом, который очень чувствует нужное пианисту как краску. Вот этот совершенно феноменальный горбец владеет. И вот на этой гармонии, да? Мы слышали, предслышали точнее, ре-мажор, появляется раненая. Это фигура. И потом голос, который как бы возвышался, начинает падать. И теперь уже голос, это не голос, а это что? Колокол. И это требует от пианизма такого звука, который бы уже подчеркивал не вокальность этого звучания, а колокольность. то есть, твой черед настава. Так как после смерти Германа в пиковой даме, через как бы бесконечный бас, потому что здесь написана лента, и вот это мерное покачивание. как бы выходит в какой-то определенный транс. Я только вот на днях понял, почему все-таки Бергман в своей осенней сонате про пианистку этот фильм, но, собственно, не только про пианистку, скорее как про психологию человека. Это очень наглядно показано на приеме творческого человека, в том числе пианистки. Почему он взял эту прелюбию? Может, это мои догадки, но вдруг как-то это срифмовалось. Сам фильм начинается очень незатейливо. Показывается обычная семья. Он ее муж, она талантливая известная пианистка. Она приезжает в свой родной дом, где ее встречает ее дочка. Дочка, казалось, по ней очень соскучилась, мать все время на гастролях. И вот постепенно фильм разворачивается таким образом, что все переворачивается сверх на голову. И тот внутренний конфликт, который уже давно был в этой семье, он обнажается с такой силой, с таким мангеймским крещендо, что под занавес этого фильма уже камень на камень не остается. И в середине этого фильма эта пианистка, она дает как бы мастер-класс своей дочке. Дочка выучила эту прелюдию Шопена, она ее играет, ну так, корявенько, что-то, и мать садится, смотри, как нужно. И вот такое совершенно, не знаю, какое-то такое вот готическое лицо, очень благородное. Она показывает, как нужно играть, рассказывает. И это настолько сфермовалось с этой прелюдью, потому что прелюдия тоже в конце обнажает всю вот эту подоплеку. Причем, да, видите, одна страничка, а у Шопена все так достаточно значительно. Я, кстати, рекомендую Бергмана посмотреть очень сильный фильм, один из его самых сильных. Может, кто-то смотрел, значит, вы уже счастливые люди. Четвертое прелюдие. Сейчас четвертую прелюдие я постараюсь играть без педали. Я часто ее даю своим ученикам и в школе, и студентам, и в консерватории, для того, чтобы они научились играть ее максимально художественно, но не прикасаясь к педали. Потому что весь фокус здесь в пианизме и в ощущении, то, что я все время на лекции говорю о продаванной репетиции. Здесь хороший инструмент, вот это и то, что получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На самом деле безумно трудная задача, потому что приходится все руками делать, нога прямо так и тянется к педали. Нажми педаль и почувствуй себя вперед. И вот тоже анализирую эту прелюдию. Есть повторяющаяся секунда. Здесь как будто образ на поверхности. Это некое страдание, некоторая мука, но не показная. Вот, кстати, как писала Юдина в своих дневниках, что страдание не должно быть заметным. Страдание не должно быть показным. Смотрите, как я страдаю, как я переживаю. Потому что выразить подобное, ну я немножко перефразирую, это большой позор для человека. Страдание должно быть гордое, должно быть скрытое. И в этом есть благородство. Вот, кстати, благородство этой музыки. Нисходящая секунда. Да, как у Баха тоже часто, если символ плача, это нисходящая секунда. Но фокус-то здесь не в мелодии. Потому что сама по себе в мелодии красивая секунда, но она не живет без гармонии. Вот гармония представляет здесь отдельный взятый шедевр, который можно просто играть как отдельную пьезу. Это будет безумно красиво. Сейчас я позволю себе все-таки нажать. Есть три голоса. Верхний чуть-чуть больше, чем остальные. Она показала двумя руками. Теперь добиться одной рукой. Субтитры создавал DimaTorzok И вот как и во второй прелюде, что забыл сказать, левая рука это пульс. Как только мы лишились пульса, что происходит? Моментом моря, да? Вот так же закончилась вторая прелюдия, так же закончилась четвертая прелюдия. Причем очень неожиданно. Как бы повисшая несовершенная гармония. Дальше уже пона фирмато, и после этого опять тот же колокол. Это все вместе соединить. Значит, первый, вот немножко уже пианизм, да? Да, вообще, как настолько все едино. Как дух, душа и тело в человеке. Так едино голова, сердце и руки. Ну, собственно, это тоже все, что есть у человека. То есть мы говорили о самом как бы высшем, о смыслах. Мы приходим к пианизму, и оказывается, что пианизм, это тоже есть самое высшее. Потому что, вот как Антон Григорьевич Рубинштейн говорил, да? Что самое элементальное в музыке является одновременно и самым высшим. Вот, казалось бы, самое элементальное. Давайте первым научиться играть без педали, педальными звуками, не вынимая пальцев из инструмента. И потом добавляется мелодия. Причем, вот, я это тоже часто говорю, что разные уши задействованы. Левое ухо слушает левый пласт. Не, скажем, не левую руку, да, вот она, пласт. Это совершенно что-то отдельное. Это сферы. То есть, если мы говорим о стереофоничном звучании, это звучание не просто голосов, а это звучание совершенно различных между собой сфер. Это как разные совершенно вселенные. Здесь вселенная с таким звучанием. И это где-то вдалеке, очень далеко. А мелодия в правой в самом конце зала. И я это напрягаю правым ухом. То есть, я стараюсь, чтобы оба полушария, да, оба уха были максимально задействованы. И когда в своем представлении я могу их так развести между собой, чтобы, вот, когда говорят ученики, голова заболела, пару минут вот так вот позанималась, голова заболела, а слава Богу, наконец ты слушать начал. Потому что когда ничего не болит, значит, ничего и не работает. То есть, когда болит голова, это значит, что во время занятия, да, что оказывается, можно слушать. То есть, слух меняется навсегда. По-другому, вот если ты услышал эту стереофонию, понял, как это работает в музыке, по-другому уже ты не сможешь слышать. Вот мне для того, чтобы показать нестереофонично, я теперь должен напрягаться и выключать свой слух. Это уже очень тяжело. Длинный, сочный звук. Далекий, далекий. Нецца, форте, форте. Причем, как я это делаю? Что происходит в этот момент с моим слухом? Много всего. Первое, это ощущение в руке. Если видно, то я соединяю через низ каждый звук. То есть, они объединяются нижним, такой нижним связывающим движением. Но это половина дела. Вторая половина дела, как я слушаю. И в этот момент слух преодолевает гигантскую дистанцию от одного звука к другому. То есть, происходит такое перетекание. Это легче всего показать вокалистам, как бы глиссандо, или струнникам, да, потому что на струне легче это показать. А у нас клавиши. И вот как преодолеть клавишную игру? Да, просто... Мы же как подменяем легато? Мы просто залипаем пальцы, один нажимается, второй постепенно поднимаемся, и мы говорим, что это легато. А на самом деле легато – это говорящие пальцы через объединяющее движение, и то, как слух преодолевает расстояние от одной ноты к другой. То есть, в данном случае, пока я играю до, уже у меня идет линия падения к ноте си. И я слушаю, как звук... Не вот этот страх, как прикоснуться к инструменту. Боюсь. А прикасаюсь. То есть, не думаю, как бы, о прикосновении. И слушаю. Падение звука. И так каждый. И вот чем ближе интервал, тем сложнее. Сложнее всего интонировать в прямом. Легче сыграть на актерне шага. А, какой он музыкальный, да? Здравствуйте. То есть, это не... Все эти навыки – это не свойства таланта. Талант – это всего лишь работоспособность. Я вот с этим сталкиваюсь все больше и больше. Особенно с своими учениками. Талантливый, кто очень много трудится. И тот, кто трудится, всего этого может достичь. Мне когда-то в свое время, когда мне было лет так 18, мне попалась японская мудрость. Она звучит приблизительно так. Беспринципно считать, что ты не можешь достичь всего, что достигали великие мастера. Мастера – это люди. И ты тоже человек. И если ты знаешь, что можешь стать таким же, ты на пути к этому. И вот это перетекание звука тоже из таких базовых навыков. Я часто показываю упражнения «Самолетик», но сейчас просто не хочу немножко занижать градус, потому что мы все-таки о Шопене говорим. О том, как… Если потом заинтересует, могу рассказать, хотя думаю, что все уже и так слышали, что я не первый раз об этом говорю. О том, чтобы слышать, как один звук перетекает в другой через натяжение. То есть сначала это делают руки, я пою от ноты до к ми и растягиваю руками. Потом я делаю это на коленях только лишь пальцами, второй и четвертый палец до ми, дотягиваюсь к такой глиссандирующей интонацией. Потом делаю тоже на инструменте, пою от ноты до к ми. Только все это делаю очень медленно, чтобы преодолеть вот это глиссанд. А потом делаю то же самое, не пою, только пальцами. И от одного звука пошло вот это глиссанд. То есть один звук нажался, второй уже четвертый палец готовится, уже в нем все электричество сосредоточилось, и я точно знаю, что следующий звук выйдет, потому что уже вес готов нажать следующий звук, и это выйдет именно так, как я хочу. И чем больше я слышу этого глиссандра, тем лучше. Вот почему все великие пианисты говорят, учитесь у хороших вокалистов. Не для того, чтобы петь на инструменте, для того, чтобы научиться заполнению звуков, сначала говорить в инструменте, а потом уже петь. То есть получать тогда певучий звук. И вот, поговорив о таком вот балансе, настроив свои уши, я теперь пытаюсь это все воедино соединить. ПЕСНЯ 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 А почему все всегда заканчивается в мажоре? Освежение Духа и служение славы Божьей. То есть всегда все должно в итоге быть хорошо. Все по благу. И я был настолько поражен. И сейчас я работаю над редакцией Хатлика. Я думаю, все-таки получится в этом году это издать. И уже все раскопали. То есть есть авторский автограф. По нему все строится. Но также еще очень много всяких вариантов. Там его первоначальная версия, которую он перерабатывает. Списки его жены, ближайшего его ученика Альт Николя, зятя, который жил в его доме. И наверняка он переписывал баховский текст уже с какими-то изменениями. Так вот, это к тому, что когда соль и сминорные, прелюдия и фуга заканчиваются всегда, у всех текстов. Я всегда считал, что, наверное, раз это семь слов спасителя на кресте, значит, это настолько многозначительно, что даже сам бах решил закончить эту прелюдию и фугу в минуле. Ну, не выдержал, ну, слишком это драматично. А потом открываю ранние версии. И вот сейчас новейшая редакция, Дюр, которая была в первое полнейшее издание баховских сочинений. А в начале века, когда начали всё понимать, ну, это же ещё было только в самом зародыше, а сейчас новейшее издание, и все сочинения, всё пересматривается буквально заново, какие-то новые тексты открываются. То есть буквально все знаки, даже малейшие запетушечки, украшения, всё под лупой рассматривается, чтобы это был самый верный текст. И, конечно, там стоит мажор. Очень непривычно. Но я попался на свою удочку, потому что я ж мыслю романтически, ну, наверное, бах себе что-то там такое представлял, когда он писал эту музыку. Баха просто не было времени. Неделя кантата, неделя кантата, неделя кантата. Нужно было всё время писать музыку. Не было времени думать. Бах, наверное, бы просто удивился, если бы мы сейчас ему сказали, что мы такие числовые символики в нём высчитываем, что мы открываем такие миры. Вообще, Бах был настолько приземлённым человеком. Я читал расследование немецкой полиции по поводу Баха. И там они публиковали такой текст, что при жизни Баха бы 17 раз привлекли бы к уголовной ответственности. Потому что то он выпил церковный кагор, то он кому-то настучал палкой по спине. То есть, за ним было много вот таких простудков. Тем не менее, он писал совершенно нечеловеческие. И вот его последнее произведение «Искусство фуги», 19 фуг, которые написаны просто на четырёх натоносцах, что все до сих пор думают, для какого же это инструмента. Я думаю, что не для какого. Это просто уже как бы высшая математическая формула. Это просто искусство живёт уже вне исполнения, вне музыки. Да, так вот, возвращаясь к Шопену, есть у него вот такой вот маленький поворотик. Можно было бы так закончить приют. Было бы неплохо тоже, да? Обыкновенная Шестая, это просто прерванный оборот. Но как это звучит? Усиливается сильный ровно. Блок-труатизм. И падает. Вот это с точки зрения драматургии, мне кажется, в этой прелюдии очень важно заметить. И работать над мимикой, чтобы её не было. Потому что всякая эмоция, которая отражена на лице, является подменной того, что звучит под пальцами. И вот то, что мы часто включаем картинку, как красиво играет. Я часто звук выключаю, я просто любуюсь этими лицами. Сколько там страданий, сколько переживаний. Думаю, ну как эротично Шопен звучит. Ну просто заглядили. А выключаешь картинку, ничем. То есть очень часто мы всё подменяем физиономией. И поэтому это не является свидетельством подлинности. Да, вот как Артур Рубинштейн, пианист. Прожил практически 20-й лет. Так вот, он говорил, что я мечтаю сыграть концерт так, чтобы я ни разу не посмотрел на рояль. Ну вот я это немножко перефразирую, да? Так, чтобы я ни разу не скривился в какой-нибудь эмоции. Хотя, с другой стороны, лицо это настолько индивидуально. И это очень лично. Почему, когда Лихтера снимали на камеру, или вот так он на камеру ставил, язык показывал. Потому что, ну не надо смотреть на лицо, это достаточно очень интимно. Просто, когда пианисты начинают вот так вот смотреть в зал, я страдаю, я переживаю музыку. Мне кажется, некоторые мышцы играют на публику, а у некоторых мышцы сами по себе. Да, конечно, бывает очень естественно. Это очень интимно, и так потом пианисты. Но эта грань всегда очень чувствуется. Так, ну это двадцатая приюта. Что у нас по времени? У нас еще есть? Есть, есть. Ага, чтобы я вас не обидел. Двадцатая приюта. Шедевр. Действительно модульный шедевр. От баха и приемственность. Шампен всегда, когда садился утром, он начинал с баха. Сам он на себе говорил, что я не романтик, я классик. Шампен всегда, когда садился утром, он начинал с баха. Шампен всегда, когда садился утром, он очень Color united, который на себе романтик сделан с баха. Субтитры подогнали Симон. 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 Поэтому такие пианисты, как Картол, играли честно. Вот он сел, может на первом этвиде он не достигрался, на втором тоже, а к седьмому вообще замечательно, феноменально. И даже его все эти ноты не считаешь, потому что высокая поэтическая игра. Вот, кстати, по поводу образа, что говорит Старислав Мегаус о том, что музыка, если исполнение и произведение, если оно не овеяно поэзией, то такое исполнение является формальным. И может доставить удовольствие слушателям лишь сиюминутно, в силу просто своего формального совершенства. Как ты включаешь, ты потрясаешь, тебя потрясает эта скорость, эта техника или еще что-то. Ну, может все что угодно потрясать, а через пять минут думаешь, ну я так не сыграю, ну как-то пойду-ка я послушаю что-нибудь другое. Ну это здорово, замечательно, ну как-то вот такой осадок, ну все так делают. А что ж другого, что ж иного, что от музыки остается в такой игре. Поэтому сила искусства и сила музыки не только в совершенстве, что совершенство это наш идеал, то, в который, да, вот есть кухня, вот там ничего себе не спускать, отрабатывать до самой последней крови, да, до последней капли. Но когда ты выходишь на сцену, должна быть уже музыка, должно быть творчество, создание чего-то, наверное, высшего, прекрасного. И вот в этой прелюдии открывается марш, причем вот сейчас, в нынешнее время, в последние годы, для меня как-то это приведено по-новому звучало. Вот, кстати, тоже интересный момент, что музыка-то написано, но в каждое из время, в каждой эпоху музыка воспринимается по-разному и должна восприниматься по-разному. Потому что если мы застынем только лишь так, как, скажем, играли в девятнадцатом веке, в конце девятнадцатого века, в начале двадцатого, вот уже записи были, мы включаем Ноктюн Шопена. Что мы слышим? А это была норма, потому что ну романтическая игра, и Баха так было. Баха, кстати, играли тоже романтически. Почему? Потому что Баха не знали. Бах-то ведь в какой живет эпохе? В барочной? А мы до сих пор еще его мыслим как романтика, играем по Маджелине, не играем по уртекстам. Вот поэтому тоже все движется, мир движется. Мы живем уже в двадцать первом веке. И вот, возвращаясь к этой прелюдии Шопена, я не буду называть, что за обстоятельства, я думаю, в музыке вы это услышите. И вот, возвращаясь к этой прелюдой, в музыке вы это услышите. Во второй раз, когда это звучит, колокол исчезает, и Шопейна стоит в пианиссии, но, опять же, мы как могли воспринимать, просто еще тише. Вообще, динамика – это никогда не выражение громкости, а это выражение смысла. Я могу говорить громко глупости, могу это тихо говорить, но если говорится что-то ценное и стоящее, то сама мысль подскажет, в какой мне динамике это сказать. Если я хочу что-то сакцентировать, я интонацию повышаю, когда я хочу напрячь немножко внимание, я начинаю говорить тихо, чтобы все слушались. То есть, все идет от того, что я хочу сказать, а не того, что мне написали, и я раб мифический, раб текста. Во второй раз, вот первый раз. Возникает вот этот средний голос, да? А кроме этого, еще не стоит подчеркнуть. Абсолютно обороченная фигура, символ челок. Причем, когда я играю, внутри меня бьется порочный пульс. То есть, я играю не четвертями, кстати, недавно послушал, как играет Гендельвизер, эту прелюдия. Он просто играет четвертями, и получается такое анданте. Совершенно другой смысл получается. Внутри меня бьется шестнадцатая. То есть, я эти четверти раскладываю. И вот таким образом мне получается удержать этот темп. Потому что, если бы я играл подвижник, был бы совершенно другой смысл. То есть, что, вот как бы подытоживать, я могу еще бесконечно читать. Я настолько люблю Шопена. А так, о каждой прелюдии нужно разговаривать бесконечно и ее заниматься. Потому что это настолько такие глубины, что я не знаю, кто вообще приблизился еще к этому совершенству. Великие мастера и то все говорят, что ничего не знают, ничего не умеют. Почему? Потому что, чем больше тебе открывается, тем кажется, что это бесконечность, это целое вселенное. И вот в этой прелюдии мы сочетали темп, мы посмотрели динамику, мы посмотрели тип пульса. Тоже самый пианизм, да, вот сыграли динамику, 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 художественное. С тем же накалом, с тем же смыслом. То есть, все, все в музыке, все средства, все является выражением смысла. Может быть, это и есть тот художественный образ, о котором мы сегодня говорим. Но вот как-то уже образ и это, это и есть сама жизнь. Жизнь в музыке неотрывна от картины мира, от вселенной, от всего самого прекрасного, что есть. И вот благодаря композиторам мы имеем возможность этому причаститься. Спасибо.